Привет, дорогой зритель. Не буду затягивать. Подписывайтесь. Итак, приступаем к просмотру горячей новости. Топим. Китай может заменить российские поставки дистоплива в ЕС, Китай может занять место России в экспортных поставках дизельного топлива в Европу. Такое мнение высказал директор отдела исследований консалтинговой компании Ууд Макэнзи Марк Уильямс. Европа критически зависит от импорта дизельного топлива, в декабре 2022 года этот показатель составлял порядка 1,8 млн баррелей в сутки. При этом существенную долю в нем занимали российские поставки, порядка 0,8 млн баррелей в сутки. По данным Вартекса, в целом в прошлом году ЕС импортировал из России около 220 млн баррелей дизельного топлива. Однако с 5 февраля вступает в силу эмбарго Евросоюза на ввоз российских нефтепродуктов, что чревато дизельным кризисом в регионе. Китай, вот кто может изменить ситуацию, считает Уильямс. По его мнению, Китай в первой половине года может поставить в Европу от 400 тысяч до 600 тысяч баррелей в сутки, что поможет компенсировать прекращение российских поставок. С начала февраля начнется полная перестройка торговых потоков в сфере дизельного топлива, отметил он. Эксперт аналитического центра Инфотек, заместитель председателя правления ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев считает, что есть два пути. Как Китай может начать поставки дизельного топлива в Европу в больших объемах? Первый вариант заключается в том, что Китай, наращивая закупки российской нефти и увеличивая переработку, будет готов поставлять собственное дизельное топливо в Европу. Однако, по его мнению, не исключен и другой вариант, когда российское дизельное топливо может сменить прописку и через порты Китая отгружаться в Европу. Оба варианта возможны в реальности, нельзя исключать ни того, ни другого. Будем смотреть, по статистике импорта Китая мы сможем четко увидеть, что и как происходит, отметил Гусев. На этом все друзья. Следите за новостями на канале. До новых встреч.